Всем привет! Продолжаем снимать обзоры на напитки и спортивное питание. И вновь у нас обзор на соус. Решили бы сменить фон для разнообразия, отвлечь ваше обнимание от цветового. И как вы поняли, сегодня обзор будет на соус от Вегетто, томатный, с базиликой. Очень интересно, очень интересно. Вообще бренд Вегетто я знаю давно, там и кубики были куриные, но их я давно уже не использовал. А часто я использую вот такую вот приправу Вегетто. Вместо соли очень вкусно с ним варить пасту, рис, гречку и даже суп. Довольно периодически использую. И вот, собственно, вышла такая вот баночка Вегетто. Очень интересно, стоит она без скидки 325 рублей, а под скидкой обращается 200 рублей. Ну, неплохо. Сделано, кстати, в Хорватии. Сейчас мы разберемся. А что нам понадобится для готовки? Паста, Вегетто, Вегетто и немного говядок в бой. Так, ребята, вот у нас Вегетто Нейчур, базилика. Написано, что это соус из средиземноморских помидоров. 410 грамм у нас масса в баночке, 410 грамм. А вот, напишут, что есть на 4 порции, ну, я думаю, на 2. Фотография. Символическая символ. Соус выглядит неплохо, да, вот, вот, жидкий такой, собственно. Что у нас есть? Соус томатный с овощами базилика. Пастеризованный продукт. В состав входит резанные помидоры, протертые помидоры, томатный концентрат, лук, базилик, полсовищное масло, сахар и соль. Ну, состав, в принципе, неплохо. Здесь у нас есть рекомендации, даже, в первую раз такую вещь, по приготовлению. Снять крышку и подогреть банку соуса в микроволновой печи или выложить содержимое банки в посуду перед на медленном огне. Но мы сделаем чуть иначе. На 100 грамм продукта у нас 60 ккал, 1,9 грамм белков, 1,9 грамм жиров и 7,9 грамм углеводов. Изготовлен у нас Хорватия. Ну, как-то вот так, как-то вот так, ну, что. Ну, в бой. Итак, ребят, добавляем вегетты, вегетта соли. И фетучили. Фетучили. Это вкусно, ребят. Уже смеете. Чистая масса. Так, и еще мы добавляем соль и перчик в нашу говядину. Когда она будет почти готова, мы добавим сюда томатный соус, перемешаем и туда макарон потом. Точнее, наши фетучили. Как, ребята? Ммм, ребята, запах шикарный. Ну что, погнали. Итак, ребята, ребята, почти готово. Выключаем огонь и добавляем на соус. Мероприятий все это не мешаем. Итак, ребята, добавим мы теперь сюда наши фетучинки. Перемешиваем. Очень все сочно, аппетитно выглядит. Увидимся на дегустации. Ну, вот так в мероприятии это выглядит. Запах, ну, не самый лучший, но ничего. Вид отличный, на мой взгляд. Сочно. Ну что, погнали пробовать. Ребят, пробуем. Ммм, это классно. Это здорово. Просто шикарно. Да, ароматика приятная, сочно, не кислит. Вот мы по запаху сначала думали будет кислинка, но кислинки нет. Получается очень вкусно. Ммм. Очень хорошо. Ммм. Нормально. Ну, финальная оценочка. Вот, замечательно зашла. Данная баночка получает 4 балла из 5, твердую четверку. Сейчас объясню почему. Состав неплохой, но не самый лучший. Вкус и ароматика вот на твердую четверку. Это не пятерка, но твердая четверка. Действительно, он вкусненький. Неплохо пахнет, но до итальянских ингредиентов, конечно, дотягивает. До Италии не дотягивает, да. Вот. Ценник 325 рублей. Дороговато я бы не купил, но за 200 рублей нормально. То есть, цена ему 200 рублей, не больше. За 200 рублей можно взять. Вот. Вот. А так, неплохой соус, а лучше отечественных, типа там, доломьего и прочее. Но, конечно, до Италии он не дотягивает. Не дотягивает. Поэтому твердая четверка за 200 рублей, если дороже, я не рекомендую брать. 200 рублей красная цена. Вообще, вот идеальные ему рублей 120-150. Твердая четверка. Берите. Пробуйте. Ну, а мы с вами в 10 обзорах. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok